Акции Газпрома. Рекордные дивиденды. Лучшая новость для российского рынка акций. Приветствую вас. Меня зовут Александр Иванов, я автор проекта «Финсоветник». Обсуждаем центральную новость вчерашнего дня, а может быть и центральную новость всей весны для российского рынка акций. Новость о том, что стали понятны дивиденды по акциям Газпрома. Вчера совет директор Газпрома рекомендовал дивиденды в размере 52,5 рублей на одну акцию. И эти дивиденды могут стать рекордами не только в истории Газпрома, но и в истории всего российского фондового рынка. Потому что на дивиденды уйдет более триллиона рублей. Это рекорд за всю историю российских акций. Итак, обо всем по порядку. Во-первых, хочу благодарить всех, кто пишет в комментариях запросы по темам будущих видео. Про Газпром запросы тоже были. Но здесь понятно, здесь и новость такая горячая, что просто нельзя ее не обсудить. Также в прошлом видео много комментариев было. За это тоже хочу поблагодарить. И я себе парочку тем выписал в черновики для последующих видео. К этому видео тоже пишите, пожалуйста, комменты. Тоже постараюсь на, как минимум, наиболее популярные комментарии и запросы ответить. Поэтому лайки и к видео, и к комментариям приветствуются. Ну и, конечно, подписка на канал. Итак, про акции Газпрома поговорим. Которые на анонсе выросли на 10% с момента анонса. До этого они там пару недель назад вообще по 230 торговались. То есть за последний месяц они выросли сильно. Процентов на 20 с лишним. Очень хорошо они провели месяц май. Вот. Поясню сначала, почему это была ключевой интрига для российского рынка акций. И почему вот такая дивидендная рекомендация по Газпрома. Это не только для Газпрома позитив. Мы, конечно, скажем и про цели по Газпрому. Да, что дальше с акциями лично я планирую делать. Вот. Но и для всего рынка это позитив для российского. Потому что анонсируя Газпром, что дивидендов не будет, это был бы очень серьезный негативный сигнал для всего российского рынка. Ну потому что, во-первых, Газпром это компания, где около половины принадлежит государству. Ну, по сути, компания контролируется государством. И если компания, которая контролируется государством, говорит, что дивидендов не будет, это явный сигнал, что и другие компании с большой государственной долей тоже могут дивиденды не выплатить, анонсировать тоже нулевые дивиденды. А сейчас мы видим ровно противоположную ситуацию, что у Газпрома все более чем хорошо. Хорошо. Кроме того, когда вот мы с вами обсуждали в предыдущих видео, там МТС два видео назад, ММК позавчера обсуждали, там мы с вами говорили компании, которые, ну или как ММК, да, попали под какие-то, ну не санкции, ну скорее под вот кризисную ситуацию, под какой-то эмбарго. Хоть оно по ним и немного бьет, но все-таки эмбарго со стороны Евросоюза было, да, истории дальше, ну они в большей степени касаются нефтяных компаний, которых мы с вами тоже обсудим в будущем, если от вас будут запросы в комментах, да, истории, что там российская нефть, например, с дисконтом продается, ну то есть, да, какие-то удары в этом плане экономические были. В случае с МТС, там АФК-система владеет половиной компаний, там тоже такая история, по результатам которой можно только судить про устойчивость дивидендов МТС, но не всего российского фондового рынка. А Газпром в этом плане примечательен тем, что Газпром, во-первых, я сказал, половина государственная, во-вторых, если посмотреть на текущую ситуацию, ну не повысить это слово, на текущую кризисную ситуацию, то именно Газпром в этой ситуации лучше всех себя чувствует. И если, например, Газпром дивиденды нулевые анонсировал бы, то тогда возник бы вопрос, уж если даже Газпром не платит, ну как бы тогда, во что тогда вообще на российском рынке инвестировать? А так мы видим, что как минимум те компании, которые себя чувствуют финансово очень хорошо, дивиденды продолжают платить, при этом платят их вот не частично, а вот именно полностью, как говорится, сколько обещали. Ну я сейчас поясню, что имею ввиду. Давайте перейдем к, так сказать, источникам информации, ключевой стандартный это e-disclosure, где на странице Газпрома вчера был анонс опубликован. На 17.45 по московскому времени вот он анонс, что рекомендация выплатить 52 рубля 53 копейки на одну обыкновенную акцию по о Газпром. По текущим котировкам это более 17% дивидендной доходности, то есть по текущей цене, да, которая выросла с момента анонса на 10%, это все равно больше 17% ДД, то есть в общем-то вчера на момент анонса, она была дивидендная доходность еще выше, там чуть ли не под 20%, поэтому в общем неудивительно, что акции на этом всем деле ролировали. Дальше, вот когда мы говорим про Газпром, в чем здесь была интрига? Интрига была в размере дивидендов, но не с позиции того, сколько там будет, 52, 51, там 50 или 40. Интрига была скорее с позиции того, будет 0 или 52, ну или какой-то промежуточный вариант, скажем, 26. Дело в том, что Газпром еще месяц назад опубликовал свой годовой отчет, и по годовому отчету, по апрельскому отчету за 21 год, было в целом понятно, примерно какие дивиденды вырисовываются. То есть, во-первых, было понятно, что у Газпрома получился очень крутой 2021 год, но опять же, собственно, по всем показателям, да, там и по прибыли, долговая нагрузка снизилась, там, ебеда рекордная, вот. Ну и прибыль ключевая, да, у них тоже была рекордная, но Газпром по дивидендной политике, которая была анонсирована где-то в 2019 году, дивиденды платит не от чистой прибыли, а от скорректированной чистой прибыли. И вот как раз они анонсировали, что у них за четвертый квартал была скорректирована чистая прибыль больше триллиона, чисто за один квартал больше триллиона, да. По году у них скорректированная чистая прибыль была почти 2,5 триллиона рублей, то есть тоже, так сказать, супер много. И еще месяц назад было понятно, что если «Газпром» следует своей дивидендной политике, то дивиденды будут 52,5 рубля. Интрига была в том, сможет ли «Газпром» последовать своей дивидендной политике, так много заплатить или, сославшись на кризис, сказать, что не заплатят по тем или иным причинам. То, что заплатили по дивидендной политике, это, конечно, очень серьезный позитивный сигнал. Теперь давайте поговорим про то, что может быть дальше. «Газпром» на анонсе подрос на 10%. Отметим, что раньше на анонсах крупных дивидендов, на каких-то серьезных повышениях, акции «Газпрома» обычно находились в восходящем тренде не один день, не два дня. Я, кстати, удивлен, что сегодня всего лишь меньше процента они добавляют, хотя с утра даже были 305. В прошлом «Газпром» на приближении крупных дивидендов рос не просто денечек или два, рост бывало по несколько недель. Здесь можно вспомнить, ну, скажем, 2019 год, когда в мае был анонс вот той самой новой дивидендной политики, что «Газпром» переходит там с выплаты непонятного процента прибыли, типа там меньше 20 они платили, к половине прибыли постепенно, там сначала 30, потом 40, потом 50. Акции «Газпрома», которые стоили до анонса 160, постепенно дошли в цене до там 240 рублей, то есть они там где-то за буквально парочку месяцев после анонса выросли в полтора раза. Поэтому «Газпрому» есть куда расти. Конечно, тут есть фактор того, что на российском рынке в 2019 году присутствовало много иностранных инвесторов, и сейчас на российском рынке иностранные инвесторы в заморозке находятся, да, то есть они продавать не могут, да, они вроде как могут покупать, но понятно, что иностранные инвесторы, у которых заморожены текущие владения, вряд ли будут еще что-то покупать, чтобы у них еще больше чего-то заморозили. Вот, но тем не менее, вот вчерашний день вот такая бодрая реакция на очень больших объемах торгов «Газпром» вырос почти на 10% за день показывает, что, так сказать, есть еще порох в пороховницах, и «Газпром», если нужно, ну, если, так сказать, есть повод в виде там гигантских дивидендов, подрасти довольно сильно может. Поэтому по «Газпрому» текущее там значение, там, 297 рублей, даже если там будет 300 рублей, 305 рублей, это, с моей точки зрения, лишь, ну, так сказать, промежуточный пункт. Не могу сказать, что прям лишь начало роста, потому что все-таки «Газпром» там, да, стоил 300 рублей до кризиса, 300 с лишним, потом наступили известные политические события, и он падал там и на 200, ну, в моменте он там был даже там 126, но мы это как бы особо не смотрим, это там однодневное падение было. Вот, он был там 200 с чем-то, сейчас он восстановился в район, так сказать, до кризисных значений, в район 300 рублей, столько же он стоил, например, в январе, ну, столько же он стоил, тоже вот можно посмотреть в районе там, ну, скажем, августа 2021 года, то есть, когда еще ничто не предвещало того, что затем произойдет, вот, но, то есть, частично уже восстановился, но еще потенциал, я думаю, рублей в 50 на акцию здесь вполне можно ожидать. То есть, иначе говоря, по акциям «Газпрома», ну, я вот буду задаваться вопросом, продавать ли акции, ну, скажем, в районе 350 рублей, да, при этом, скорее всего, буду задаваться вопросом не продавать ли их полностью, а продавать ли частично какую-то позицию, да, потому что акции «Газпрома», ну, лично я набрал немало в портфель, да, потому что спасибо, так сказать, и тем дивидендам, которые тут вырисовывались, и тем, что акции «Газпрома» в том числе падали довольно заметно, вот, то есть, до кубки тоже были, и, в общем-то, есть, так сказать, потенциал у акций с дивидендами 50 рублей подрасти там на 350, при 400 пока не знаю, но в целом там 330-350 кажется вполне себе подъемными целями на горизонте лета, я бы даже сказал на горизонте первой полны лета, потому что, если мы сами вспомним, график дивидендных отсечек «Газпрома», то у «Газпрома» дивидендные отсечки в июле, да, соответственно, до июля полтора месяца, вот, так сказать, ветер в паруса «Газпрому», давайте 330-350, хотим в ближайшие полтора месяца увидеть. Отдельно отметим некоторые другие позитивные факторы, ну, во-первых, то, что «ЦБ» снизил ключевую ставку с 14% до 11% на внеочередном оседании, может быть, если от вас будут запросы в комментах отдельное видео на эту тему, запишем, тоже обсудим, почему именно внеочередное оседание было, почему так сильно снизили, да, уже 11% ключевая ставка, не 20%, соответственно, там, ставки по вкладам тоже сейчас будут падать, и привлекательность акций с дивидендно-доходностью 17% с лишним, как сейчас «Газпром», она, конечно, подрастет, ну, и вот опасения, что у «Газпрома» будут проблемы из-за того, что Европа будет отказываться от российского газа, они пока что не подтверждают. Здесь работает, вот, старая добрая система, ну, уже известная, да, такого рода истории еще там лет, там, 10, даже больше назад были. Значит, в Евросоюзе не довольны тем, что зависимость от российского газа очень большая, они говорят, что будут от российского газа постепенно отказываться, а ВОЗ и ныне там. Ну, я находил ссылки, там, десятилетней давности, где они говорят, от российского газа будем в ближайшие годы отказываться. На дворе 2022 год, ничего такого нет, когда Россия сказала, что давайте-ка на фоне всех вот этих санкций и заморозок расчеты в рубли переведем, да, по контракту. Ну, сначала они там стали говорить, что вот, это там нарушение санкций, мы не перейдем, это все как бы нельзя, нарушение контрактов. Ну, в России сказали, что как бы, да, вот, так сказать, вы там нас заморозили, резерв валют ваш ненадежная, да, платить нам в надежной валюте в рублях, да, обстоятельства в данном случае изменились. Ну, и, да, кто-то отказался, ну, туда приостановили поставки газа, но большинство стран открыли счета и для оплаты в рублях, и, собственно, в рублях платят. Это очень хороший показатель того, что сейчас Европа не может отказаться от российского газа. Да, может быть, текущие политические события приблизили отказ, может быть, они сейчас там будут пытаться, там, скажем, лет через пять от российского газа отказаться, но пока что этого нет. Соответственно, если мы говорим про дивиденды Газпрома, то вот ориентироваться на то, что будет 50 рублей в ближайшие лет 10 каждый год, ну, я бы не ориентировался, я думаю, что где-то лет через пять дивиденды Газпрома, наверное, снизятся, там будет какое-то падение финансовых показателей. Но пока что мы видим, прошлый год рекордная прибыль, 52 рубля дивидендов, это уже, так сказать, есть. Кроме того, сейчас конец мая, пять месяцев в 2022 году тоже уже прошли, и мы видим, что газ у Газпрома по-прежнему закупают. Соответственно, дивиденды за 2022 год могут оказаться не меньше, а то и больше дивидендов за 2021. Мы будем смотреть, конечно, за показателями Газпрома, когда они их будут постепенно в этом году раскрывать. То есть, в общем-то, может нарисоваться как 50 рублей, так и больше по итогам и этого года. Это такая довольно хорошая для Газпрому репутационная история. То есть, условно, Газпром сейчас там, ну, там, Северный поток-2, вот эта история, что, так сказать, там все заморожено, не дали в эксплуатацию запустить, вот, ввести в эксплуатацию Северный поток-2. Ну, а Газпром говорит и показывает, да, что вот, значит, ваши там санкции нам не страшны. Мы, так сказать, как много денег зарабатывали, так и зарабатываем. От нашего газа отказаться не можете, а у нас все очень хорошо, рекордная прибыль 2,5 триллиона рублей и рекордные дивиденды больше триллиона рублей мы своим акционерам платим. То есть, в этом плане у Газпрома, по крайней мере, на ближайший год-два довольно стабильная ситуация, довольно стабильная раскладка. И я думаю, что, вот, вполне разумно ожидать где-то примерно 350 рублей, может быть, даже, вот, на горизонте этого лета, может быть, даже в ближайшие полтора месяца. Соответственно, подведем итоги. Дивиденды Газпрома большой позитив. А. Для акций Газпрома, которые в район 300 рублей быстренько вернулись, буквально там за пару дней. Б. Позитивные, и мы ждем акции Газпрома там где-то на 330-350 в ближайшие полтора месяца. Б. Это очень интересная история и в долгосрок. В. Это позитив и для всего российского рынка акций, потому что, когда госкомпания платит дивиденды рекордно и подди в политики, не отклоняясь от нее ни на йоту, это сигнал, что и по другим российским госкомпаниям, компаниям с большой долей государства, можно ожидать большие дивиденды. И там есть чему присмотреться. Надеюсь, мы с вами это обсудим во ближайших нескольких видео. Надеюсь, это видео было для вас интересным и полезным. Лайк, подписывайся в комментариях, колокольчик всячески приветствуется, равно как пожелания по темам будущих видео в комментариях. Желаю вам успешных инвестиций.